Здравствуйте, братья и сестры! Поздравляю вас с праздником! Мы сегодня пригласили вас на такой первый в истории нашего храма концерт, который проводится прямо на улице, у стен храма потому что мы отмечаем престольный праздник. Я хочу вам представить наших отцароманов настоятелей, которого, конечно, вы знаете и гостей, которых мы сегодня пригласили. Это отец Анатолий Першин, поющий батюшка которого многие видели на телеканале Союз. Дуэт Саша и Полина Андреевы Полина бегает вместе с ребенком где-то. Еще к нам подъедет вот идет, уже поднимается Олег Коржинский слепой музыкант Да, наш музыкант, который неизменно закрывает все концерты творческой мастерской. Я хочу передать сейчас слово отцу Роману чтобы он нас поздравил благословить Всех дорогие братья и сестры поздравляю с сегодняшним праздником с успения Божьей Матери. Завтра наш храм празднует престольный праздник и накануне этого нашего дня ангела храма хочется всех вас поприветствовать этим небольшим концертом который организовывает отец Анатолий вместе с своей творческой командой да, мастерской. Пожелать всем вам доброго здоровья, крепости, сил отцу Анатолию творческих успехов и помощи Божьей. Всех с праздником! Вот я хотел бы представить вам Александра и Полина Андреева. Я думаю, что они сейчас что-нибудь споют, а я настрою аппаратуру. Вот есть у них очень хорошая песня. Поздравляем всех с вашим престольным праздником, с наступающим. А сейчас заканчивается праздник Успения Божьей Матери. Поэтому Саша споет вам песню, которая называется «Покров». Тебя воспит, певца, бессильное слово. Твоей любви сравнения в мире нет. О, Матерь Божья, под твоим покровом имеем мы прибежище от бед. Тебя воспит, певца, бессильное слово. Незривый заранном растет над нами, в теплу мы всюду чувствуем его. На ложе сна в пути и в Божьем храме Хранит на стране покрова твоего. Хранит на скальпе покрова твоего. Любой брониста ли он прочнее, От пуль спасает воина в бою. И над младенцем колыбелью вея, Он дарит нежность и любовь твою. Со звездами и дальними мирами Там, где любви, бессмертно и нашество, И тень и ночь, растертая над нами, Хранит на скальпе покрова твоего. Хранит на скальпе покрова твоего. Со звездами и дальними мирами, Аминь, там, где любви, смертной, там же ствол. И день, и ночь, раздёртая над нами, Хранит нас, камень, покрова твоего. Хранит нас, камень, покрова твоего. Хранит нас, камень, покрова твоего. Песня про Матронушку босоножку. Матронушка босоноженька. Моли о нас, Христа Боженьку, чтоб не ломал гречников своих. Душа моя о грехах болит. Прошла ты пусть от войны с сестрой. Милосердия, был там Бог с тобой. Ужас хоронив, всё своё раздав. Босоножка босоножка. Босоножка босоножка. Босоножка босоножка. Босоножка босоножка. С тобой моя душа русская Помолится и отмоется Отмоется и покается Матронушка, босоноженька Моли о нас, Христа Боженьку Матронушка, босоноженька Моли о нас, Христа Боженьку Александр и Полина Андреевы Мы очень рады участвовать в таком мероприятии Оно способствует сближению приходов Такое бывает, что мы разрознены Каждый в каком-то приходе Наш приход, наш приход А мы должны вместе объединяться Приезжайте тоже к нам в Осиновую рощу Видите, какой у нас творческий приход Раньше, до революции, Осиновая роща Окормлялась Спасопоробусским храмом Священники служили Так что мы, значит, по праву здесь присутствуем Как филиалы Спасопоробусского храма Ну и надеемся тоже на ваши молитвы и помощь Я тоже для вас спою сейчас свою любимую песню Которая называется «Как хочется чистоты» Как хочется чистоты Как хочется простоты Как хочется тепла Как хочется добрых слов Как хочется светлых снов Как хочется, чтобы любовь была Кто сможет этот путь до конца пройти Кто сможет не свернуть с этого пути С этого светлого доброго пути Там где-то есть лето Солнце правды и свет Там где-то ответы Ни болезней, ни бед Как хочется нам туда Где светит одна звезда Где с нами любовь всегда Страданием заплатить За эту возможность жить И чашу до дна и спить Там где-то есть лето Там где-то есть лето Солнце правды и свет Там где-то ответы Ни болезней, ни болезней, ни бед Как хочется чистоты Как хочется простоты Как хочется тепла Как хочется добрых слов Как хочется, чтобы была любовь Кто сможет этот путь для любви пройти Кто сможет не свернуть с этого пути С этого светлого доброго пути С этого светлого пути Спасибо, Господи Несмотря на технические Мы пробиваемся Вот сюда первый раз Слава Богу Может быть это станет традицией Такое общение Я хотел бы попросить Сашу спеть песню Вот все песни, которые мы поем Мы сочинили сами Саша композитор Он сочнил песню как раз про озеро Мы находимся рядом с озером Поэтому послушаем песню про озеро О озеро, озеро светлое Время уж позднее Летнее Легкими взмахами вдаль плыву Стану я факелом вам на том берегу На том берегу В озере кроется тень в лесу В озере скроется звук шагов Легкими взмахами вдаль плыву Стану я факелом на том берегу На том берегу О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о С лёгкими звуками вдаль плыву, Стану я, как и холдом на том берегу, На том берегу, на том... Бегу, на том берегу... Спасибо. Сейчас мы с вами вам песню, которая называется «Радуга после дождя». «Радуга после дождя» Это странная пустыня, ожидание дождя, И желания простые, улыбаться уходя, Жить легко и зла не помнить, И любить того, кто есть в этом омуте из комнат, В этом городе чудес. «Радуга после дождя» Мне бы увидеть глаза, Мне бы себя в них понять, Мне бы увидеть глаза, Мне бы себя в них понять. «Радуга после дождя» Золотые льются нити на простое полотно, Это таинство событий нам разгадывать дано. «Радуга после дождя» 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 Радуга после дождя Ведь Господь спросит человека, если он дал ему талант, куда он его делал? Ну, каждый себя по-всякому проявляет, по-разному. Слава Богу, что надо всё-таки стараться, чтобы свой талант умножить и всё-таки славить Бога и его творением. Сейчас поём песню «Всё покрываю» Всё покрывай любовью, живи, побеждая смерть, Евангелие у изголовья твоя неземная твердь. Пусть рядом скулят Иуды, пилаты твои грустят, На кухне гора посуды, но ты ведь ещё в гостях. Ты здесь на земле не вечен, а вечности ещё впереди, В обличье человечею и с верой святой в груди. Покроется всё любовью, утихнет жестокий бой. Останься самим собою и плачь над самим собой. Всё покрывай любовью, всё покрывай любовью, Всё покрывай любовью и плачь над самим собой. Песня «Всё покрываю» Рощи тополиные, крики шуравлиные, Бурные весенние реки, как моря. Сепи горы высокие, да поля широкие, Это все Россия, Родина моя. На ветвях, как яблоки, Снеги, как зяблоки. За окном червя муха, Вервы у ручья. Дровы в розах воду е, Людвы звезд над Волгою, Это все Россия, Родина моя. Рыжи колосья рыжие, Над межой нависшие, А близко строгие, В небе острия. Первый старт Каганина, Вечности подарены. Это все Россия, Родина моя. На ветвях, как яблоки, Снеги, да зяблоки. За окном червя муха, Вервы у ручья. Дровы в розах воду е, Людвы звезд над Волгою, Это все Россия, Родина моя. Дровы в розах воду е, Людвы звезд над Волгою, Спасибо. Спасибо. Хочу вам представить слепого музыканта Олега Коржинского. Мы с ним познакомились. Вернее, мне его телефон дали. И вы знаете, я позвонил, я сейчас на телеканале «Союз» Веду передачу «Лаврские встречи» И еще раз на талантливых людей. И вот мне дали его телефон, и знаете, я позвонил, Услышал его голос, и сразу мы вошли с ним в контакт. И я понял, что... У него такое было ощущение, кого-то мы знаем друг друга сто лет. Вот, ну и Олежка стал ходить к нам на храм. Мы специально для него повесили икону Василия Великого, Такую рельефную. Прихожане нашего прихода помогают. Вот Олег стал нашим прихожанином. Вот. Такую мы взяли на себя заботу. Но Олег, она для нас является примером, Как вот... Мы же... Мы вот живем, у нас есть руки, ноги, зрение, слух. Когда человек что-то лишается, он понимает ценность, да? Вот если воздуха не будет, тем мы будем дышать, да? Вот, а когда чего-то не хватает, вот как в этом состоянии жить? И вот Олег для нас пример такой мужественного. Знаете, он не впадает в уныние, не... Олег взял гитару в руки, и... Его один добрый человек научил играть, Передал ему навык, и он сейчас ведет активный образ жизни, выступает. И в разных учреждениях даже. И в домах престарелых. Вот. И люди смотрят и думают, какие мы бедки, да? Вот. Давайте встречаем Олега Коржинского. Добрый день, дорогие друзья. Я хочу, что сказать, дорогие мои. Спасо-Парголовский храм мне как родной, потому что я в него ходил, стал с детства практически. Когда мне было 13-14 лет, еще никакого храма не было кругом. Вот. И мы с бабушкой ходили молиться за маму, потому что она работала на Сахалине, очень сильно болела. И мы ходили, молились, писали записочки, заказывали молебны о здравии. Вот. И мама жива, здорова приехала домой. Вот. Поэтому для меня Спасо-Парголовский храм самый-самый родной. Простите. У нас тут идут технические настройки. Вот. Потому что мы работаем на улице, да? Поднимите руку. В таком... Ключ. В такой обстановке. Вот. Так что... Но это ничего страшного. Вот. Потому что работа музыкантов на улице, это оно часто сопряжено с таким вот делами. Так, сейчас мы сделаем настроечку. Ну, думаю, очень хорошо слышно. Вот. Вот. И это... Хочу спеть вам песню, поскольку завтра будет день Спаса Нерукотворного, да? Вот как будто тут будет престольный праздник будет здесь. Вот. И я хочу спеть песню Романа Тамберга. Это Архидьякон. Вот. И песню мне в свое время показал Михаил Романович. Но мы не знали с ним, кто эту песню поет. А буквально на днях в интернете я наконец-таки нашел автора этой песни. Вот. И говорю теперь с уверенностью песня Архидьякона Романа Тамберга. Песня называется «Господи, помилуй». Я думаю, многие ее знают. Из всех молитв, какие знаю, твержу в уме и вслух читаю. Какою дивной дышит силой Молитва «Господи, помилуй» Молитва «Господи, помилуй» Молитва «Господи, помилуй» Вариинском бурным море Встречаю радости и горе. Какой еще спасаться силой – молитвой «Господи, помилуй» Когда текут от горя слезы, И страстные смущают грезы, Тогда с особой сердцу силой Твержу я, Господи, помилуй. Душа, кончив жизнь земную, Молитву эту не иную, Тверди, и там ты за могилой С надеждой, Господи, помилуй. Тверди, и там ты за могилой С надеждой, Господи, помилуй. Ну это, хочется уже петь песни свои, это была не моя песня, это к празднику завтрашнему. Вот, теперь спою свои песни, вот, и сейчас хочу спеть песню мою любимую. Его написал Михаил Романович Критко, мой учитель, который вот и научил играть меня на гитаре. Вот, это тоже духовная песня, посвящена Богородице всех скорбящих радость. Причистая дева Всех радость скорбящих, Смиренных и верных рабов. Защита бессильных, здоровья болящих, Убогих и сирых покров. Владычица дева, царица вселенной, Покинув престол в небесах. Спешишь ты на помощь, К земле нашей бедной, Тому, кто в тоске и слезах. Сама ты ответом, Горести нашей, Ты знаешь, как тяжко страдать. И вот, утоли же, Ты скорби все наши, Как самая нежная мать. К тебе все благая, Скорбящих всех радость, Страдать и стремятся толпой. Ты в жизни горькой, Единая сладость, В сердцах ты мир и покой. О, Высшая Матерь, Владычица дева, Ты Богом дарована нам. Верни же нас, дева, С распутья мятежного, И путь наш направь к небесам. Владычица дева, царица вселенной, Покинув престол в небесах. Спешишь ты на помощь, К земле нашей бедной, Тому, кто в тоске и слезах. Спешишь ты на помощь, К земле нашей бедной, Тому, кто в тоске и слезах. Тому, кто в тоске и слезах. Тому, кто в тоске и слезах. Родия, К земле нашей бедной, Тому, не мира. Спешишь ты на помощь, К земле дорог и ламикиных не thấy. Ну и давайте споем все нашу любимую песню. Отец Анатолий и люди нашего прихода уже знают, какую песню. А для новых слушателей я только скажу, что эта песня, она посвящается всем зрителям, которые сидят вот здесь. И пусть эта песня, она летит и к вам, и к другим людям, которые тоже где-нибудь далеко-далеко сидят и по духовной связи получают наш сегодняшний такой духовный заряд положительный. Вот и эта песня, она к неожиданности моей стала гимном нашего прихода. И постарали, когда заканчиваются наши концерты, мы ее все вместе поем. И давайте все с вами мы ее споем. А называется она «Лети моя песня». Лети моя песня, как птица. Лети же скорей к тем, кто ждет. Привет передай, надежду подай, и слов моих не растеряй. Привет передай, надежду подай, и слов моих не растеряй. Лети моя песня, сквозь бурей, сквозь ветры, туман и грозу. Знакомой тропой ты спустишься к той, кто сможет пойти за тобой. Знакомой тропой ты спустишься к той, кто сможет пойти за тобой. Лети моя песня, быстрее, лети же скорей туда, Где верят в рассвет, где ищут ответ, в чем в сердце не гаснущий свет. Где верят в рассвет, где ищут ответ, в чем в сердце не гаснущий свет. Лети моя песня, как птица, лети и стучись в каждый дом. Зови за собой, и к цели одной, Идите, кто рядом с тобой. Зови за собой, и к цели одной, Идите, кто рядом с тобой. Лети моя песня, как птица, Иди же скорей к тем, кто ждет, и все вместе поем. Привет передай, надежду подай, И слов моих не растеряй. Привет передай, надежду подай, И слов моих не растеряй. Олег Коржинский Олег Коржинский Вот это такая песня размышления. Ну, вы сами все услышите. Льется дым, 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 По земле родной. Вот я стал полишин, Вот я стал собой. Ты меня, куда уносишь дорога, Ты меня, куда уносишь, скажи, Мимо сел и городов, Мимо окон, Мимо тех, кто нас с тобой любит. Льется дым стеной, Льется дым стеной, Колышет синь, Запоет гармонь, И там мужик осит. Ты меня, куда уносишь дорога, Ты меня, куда уносишь, скажи, Мимо сел и городов, Мимо окон, Мимо тех, кто нас с тобой любил. Ты меня, куда уносишь, скажи, Мимо сел и городов, Мимо окон, Мимо тех, кто нас с тобой любил. Любил. Дэм. 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 Сейчас я спою вам песню, которая называется «Окунаясь в тишину храма». Окунаясь в тишину храма, я иду по тишине прямо. Храма, впереди сияет вся слава, поворачивая нас право, не взбаду душа моя. Плачай, преподобник, видишь, путь началь. Помоги мне в тишине храма, перед Господом стоять прямо. И на страшнем, на суде грозно не соломой быть плодом. Лозным и очнувшись в выгребной яме ощутить себя в святом храме. Окунаясь в тишину храма, я иду по тишине прямо. Я иду по тишине прямо. Я иду по тишине. Мы недавно приехали с поездки, были в Муроме у Петра и Февронии. Представляете, это было такое потрясение, когда видишь, как-то двое влюбленных людей, которые жили, которые не обращали внимания никакие условности, сословия. Они любили просто друг друга, плоды их любви. Вот они, они стали святыми. И смотришь на это, они жили вместе, вместе умерли, вместе похоронены в одной раке. Это очень сильно потрясает. Сколько там людей, коленопреклоненных, которые молятся. А нам сейчас очень важна семья в России, понимаете. Они, молодые девушки, парни, приходят туда, становятся на колени. Они таким, знаете, в кепках и с какими-то надписями, с какими-то брошками, с какими-то железками. Но они все равно туда идут, прикладываются. Потому что на самом-то деле все хотят семейного счастья, уюта, быта, любви. Вот, чтобы все было в духе. И вот Саша, который размышлял на эту тему, и написал песню о Петре и Февронии. Святые Пётр и Феврония Я в житии читал Пусть я совсем не князь, я не княгиня, Но стали мы с тобой Совсем другими Совсем другими Совсем другими Сегодня семьи не в почете Со всех сторон звучит Вещают дяди или тетей, что жизнь вперед летит Да, жизнь вперед летит И неизбежна Но все же давай дарить Друг другу нежность Друг другу нежность Друг другу нежность Пусть я совсем не князь Пусть я совсем не князь Я не княгиня И у тебя совсем другое имя Другое имя Другое имя Другое имя Родное имя Родное имя Сейчас Саша с Полей поет песня Помолись за меня Это история их встречи, история их любви Сейчас, вы знаете, не как в наше советское время Сейчас молодые люди встречаются в храмах А они не где-нибудь там, где мы Но, правда, в стройотряде тоже неплохо Вот, ну, послушайте сами Мрачный день октября Заискрился сияющим светом И покрылась земля И покрылись дома белым снегом Я увидел тебя в белом шарфике В пике сердце застыло Нет, не может быть в жизни Такой неземной красоты И, не может быть в жизни 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 Как только видела Ведь гораздо сложнее пройти, Сердцем к сердцу по жизни, Чем друг друга найти, Чем друг друга найти. Помолись о меня, Помолись. Крепко за руки взявшись, Возрослую жизнь мы шагнули, Обрученье, венчание, свадьба, Подарки, цветы. Это праздники, радость, веселье, Любовь, поцелуи. Но и сложности будни, Конечно, нас ждут впереди. Помолись о меня, Чтобы я тебя не потерял. Помолись о меня, Чтобы я тебя не потерял. Ведь гораздо сложнее пройти, Сердцем к сердцу по жизни, Чем друг друга найти, Чем друг друга найти. Помолись о меня, Помолись. А. Вернадцатый. А. 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 А-а-а, а-а-а. Ну что, братья и сестры, у нас стало время, надо прощаться. Мы всегда в долгу перед ближними людьми. На самом деле, нам кажется, что все нам должны, а на самом деле мы в долгу. Особенно мы... На миру у нас все красиво, а вот в семьях наших, вот с нашими близкими, это самый, вот я как священник знаю, самый тяжелый крест — это ближний наш. Это вот наши ближние — это такой крест, который надо развалить на себя и тащить без ропота. Вот так мы и спасаемся, потому что выполняем заповедь. И я написал песню, посвятил ее своей матушке Ольге. Но потом понял, что она касается не только нас с ней, а вообще каждого человека, каждой семьи. Вот вы сами видели и Саши, и Оля тоже поет о семье постоянно. Песня называется «Оля». Я пою ее по просьбам в завершении нашей программы. Одночку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время не идёт, оно летит. Сколько было терней пути. Сколько тревог, сколько потерь. Где мы с тобой теперь? Оля, 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 О Море потерь, без незабот, Сердце тихонько поёт. Оля, 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 о Может, когда-то потом Мы от забот отдохнем Будет наш дом Будет наш сад Но не вернусь назад Оля, 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 о Оля, 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 о Оля, 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 о О-о-о, о-о-о, о-о-о. О-о-о! Спасибо, Господи, сняли в sextан. Мы были очень рады, думаю, что это станет традицией. Приглажайте нас на праздники, приезжайте к нам в Осиновую рощу, у нас очень тоже хорошо. Старинное место, возрожденный храм Василия Великого. Милости просим, у нас тоже весело. Я должен поблагодарить. Спасибо большое. Спасибо, господи. Если нам сегодня понравилось то, что получилось, это первый раз, я предлагаю в сентябре числа 17-го, потому что 14-го мы отмечаем новолетие, предлагаю, поэтому не останавливаться на достигнутом, пригласить еще раз отца Анатолия, пригласить Кашу с Полиной, пригласить Олега. И пригласить еще большое количество очень хороших музыкантов, которые выступают в творчестве мастерской отца Анатолия каждый четверг.